Сегодня мы попрощались с нашими погибшими коллегами. Весь коллектив вестей только что с поминок, поэтому, пообщавшись с родными наших ребят, мы все очень остро реагируем на всякого рода подлости, которые вновь читаем в блогах. А некоторые блогеры либеральных СМИ, даже гибель репортеров, умудряются обернуть в пользу для своих заокеанских спонсоров. Радио «Свобода», а следом за ним радио «Эхо Москвы» в Петербурге, печатает материал Елены Рыковцевой под заголовком «Живым начальником». Рассудительная блондинка задается вопросом, как можно нелегально через киевских, не через киевских пограничников, а через Луганск отправлять журналистов на войну? И когда этот либеральный журналист слышит, а ради того, чтобы наши зрители и мир знали правду об этой братоубийственной войне, она просто негодует, цитата, «А если телезрители потребуют головой об стенку, разбежитесь и разобьетесь? А если вы отзовете своих журналистов, в современном мире больше нечем будет зафиксировать, как украинская армия равняет города с землей?» Отвечаем, нечем. На востоке Украины сейчас не работает никто, кроме российских журналистов. Если мы оттуда уедем, то весь мир будет узнавать об этой войне только из брифингов Джен Псаки, внешней троюродной сестры госпожи Рыковцевой. Но цель американского радио понятна. Кто-то нас, журналистов, пытается заставить больше не ездить на эту войну. Оттого, наверное, и стреляют нас теперь прицельно. Радио «Свобода» критикует живых начальников. Тоже ответим. Большинство живых телевизионных начальников побывало во многих горячих точках и не понаслышке знает, что такое война. Но мы как-то не помним, чтобы были военные журналисты на каком-нибудь эхе. Был один на свободе Андрей Бабицкий, да и тот давно живет в Праге. На войне вас, критикующих нас за смелость, вас там нет, не было и не будет. Ваша цель, чтобы и нас там не было. Чтобы вы выдумывали об этой войне то, что вам нужно. Не выйдет. У нас только один совет для сотрудников СМИ, существующих на деньги американских налогоплательщиков. Прекратите сеять среди наших ребят и всех нормальных россиян ненависть к США, которые вас оплачивают.